Чеканья, шаг юнормейцы возлагают венок к памятнику легендарному разведчику Николаю Кузнецову. Он же Рудольф Шмидт, он же обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт. И это только те имена, которые нам известны. Считается, что именно Кузнецов стал прототипом знаменитого Штирлица. Вообще, если честно говорить, что вот такой, как Кузнецов, он один. Вот таких аналогов нет. Так, чтобы человек одел немецкую форму, вышел из леса в столицу оккупированной Украины и стал там своим. Личное дело Николая Кузнецова засекречено до сих пор. Да что там, достоверно неизвестно, даже когда у него день рождения. Но по официальной версии, будущий разведчик родился ровно 109 лет назад в деревне Зырянка под Талицей. Свердловск перебрался в начале 30-х, жил и работал на Уралмаше. Поэтому неудивительно, что именно здесь спустя годы установили памятник разведчику. Следить за сохранностью монумента помогает фонд Святой Екатерины. Николай Кузнецов – это человек-легенда, который является нравственным ориентиром для всех нас. Юнормейское движение взяли шество над памятником прославленному разведчику. И мы стараемся тоже им в этом помогать. Силами фонда Святой Екатерины мы привели памятник в порядок. И не только памятник. В июне при участии главы русской медной компании Игоря Алтушкина в мультимедийном парке «Россия. Моя история» открылась интерактивная выставка, посвященная легендарному разведчику. Обладает исключительной способностью завязывать необходимые контакты. Обладает хорошей памятью. Артистичен. Уникальный проект прослеживает жизненный путь Николая Кузнецова. Много в его биографии поражает. Самородок из уральской глубинки он обладал уникальным даром перевоплощения. В совершенстве владел немецким языком, знал жаргон и манеру немецких офицеров. Работая на оккупированных территориях, разведчик вербовал новых агентов, добывал важнейшую информацию и, самое главное, лично ликвидировал 11 высокопоставленных чинов. «Там представлены уникальные документы, уникальные фото, видеоматериалы из личного архива семьи Кузнецовых. Также документы из секретных архивов, в том числе и архивов спецслужб. Предоставляют возможность любому посетителю самостоятельно найти для себя ответы на очень спорные и очень сложные вопросы, посвященные засекреченным страницам истории жизни Николая Ивановича Кузнецова». Увидеть выставку своими глазами можно будет уже скоро. В Екатеринбурге снимают ограничения на посещение музеев. А пока есть хороший повод сходить к памятнику и отдать дань памяти знаменитому разведчику. Продолжение следует...